Я к тебе иду навстречу вешними лугами. Здравия желаю всем, кто к нам заходит. Ну что, мы сегодня хороший день имеем, воскресенье отдыхаем. Рамадан Мобарк. И что, мы ответим, я сегодня темку сделаю. Я постараюсь ограничить по одной теме, потому что, когда я прыгаю, много тем хочу объединить в одну, то получается одно длинное видео и очень скомканные вопросы. Я не могу полностью сказать, высказать. Я забываю что-то сказать, просто забываю. А вот сейчас мы давайте немножко сократим. Вот сейчас я отвечу на некоторые вопросы. Вот у нас есть товарищ Сергей Кухтенков, говорит. Я начал увлекаться лечебным голоданием. Прочитал книги Юрия Николаева. Что скажете про это? Спасибо. Тон же Сергей говорит. Я отказался от мяса, хочу перейти на сыроедение. Дайте, пожалуйста, совет. Спасибо, Сергей. Ну, это одно. И сейчас я хочу еще одно очень интересное зачитать. Слушайте, что человек у меня здесь на компьютере, я не отпечатал. Вот говорит. Рустем Мухат Беткали. Рустем Мухат Беткали. Надеюсь, я правильно сказал. Давно смотрю ваши видео. Спасибо. Потерпнул много интересного, полезного. Не могли бы вы рассказать, как правильнее произвести очистку организма от паразитов, гельминтов и так далее? А также второй вопрос. Как эффективно сбросить вес и высокое давление уже немолодому человеку возрастом 55 лет? Заранее благодарю. Значит, Рустем. Спасибо тебе. Сильнейшие вопросы. Ну, это два там целых о гельминтах. Я отвечу, вот, начну с Рустема, а потом Кухтенкову тоже пойдет, потому что, ответ, потому что диета зависит, ну, очень сильно зависит для лечения давления высокого. Ну, что я буду говорить с вами, как, ну, врач нам по-мужицки разговаривать на пальцах, чтобы, знаете, потому что, если взять, копать медицину, можно бесконечно долго на молекулярный уровень, да, и так далее. Да, мы потеряемся все, и нам времени хватит. Мы что-то такое простое на пальцах, чтобы хорошо запоминалось. Я пытаюсь такое делать. И то, что можно делать самому, потому что, чтобы вы не были, конечно, чтобы не ставали, ну, как бы сказать, рабами, да, врачей или вообще, надо быть как можно больше свободными. И здоровье хорошее – это залог, не только деньги, а здоровье. Залог нашей свободы. А, значит, так что, слушайте. А, значит, ну, ты о гельминтах. Ну, это отдельная тема гельминта. Гельминты разные бывают. Очень разные. Они, значит, требуют различного лечения. Скажем, та же малярия – это и гельминт, и это и паразит, да, но они все паразиты. Это и инфекция, можно сказать, значит, кровяная, значит, и паразит кровяной, да. Но, скажем, та же аскорида относится, живет в кишечнике, да, у хозяина, либо человека, с которого у нас сосет соки. Это круглый череп. Ленточные черепи, да, они тоже в кишечнике, по-другому. Значит, там есть флюкс, значит, там эти двоустки, значит, они живут в печени. Они совершенно, есть в мозгах, кстати, да, да. Токсоплазмоз, да, идет в нервную систему. Поэтому, если муха ССС укусила, да, тебя, если ты в Африку поехал, там тоже паразит. И он почему-то хочет жить у тебя в мозгах. Страшные заболевания. Поэтому это очень разные, я, это не, ну, такая тема страшная, ты хочешь как очищаться. Во-первых, очищаться от гельминтов, ну, есть народные способы, я их, конечно, знаю, шаманы меня учили этому. Есть травы, да, пыжма та же, да. А, значит, но я не хочу об этом сейчас говорить. И вообще, давайте договоримся, что я говорю, а, значит, чтобы вы потом меня не говорили, что я в чем-то виноват. Я, дисклеймер, да, хочу сказать, что я даю, делюсь советом. Вы хотите его, вы себе сами. Здравый смысл есть, да, у вас под... Если вам подходит, значит, применяйте. Не подходит, не применяйте. Потому что каждый человек, это индивидуальная у него реакция, индивидуальное, значит, состояние здоровья и так далее. То есть, когда врач лечит, то он лечит не болезнь, а человека лечит. И не симптомы особенно, да, есть такое, что симптомы лечит, значит, у него повышенная температура, дают жаропонижающее. Это одна из самых отвратительных способов лечения. Значит, что... Мы потом об этом говорим, о жаропонижающих, это я еще должен вам... Ну, давайте я не буду отвлекаться. Значит, что такое, давай, о давлении? Это вот ты говоришь давление, да? Вы же 55 лет тебе, и у тебя, значит, давление. Ну, что мы скажем немолодому человеку? Да, это возраст. Ты уже немолодой, но еще не старый, 55 лет. Ну, что такое давление, да? Вообще давление, чем обеспечивается у человека? Это три фактора. Это состояние сердца, как насоса, который прокачивает жидкость, веществ, кровь, да? Также состояние трубок наших, то есть артерии, вен, да? Русла. И, значит, там этого... Там стенки сосудов тоже имеют влияние, да? И также объем крови. Если у тебя нету потери крови, да, от ножевого ранения, тогда, значит... Ну, там, когда ранение, кстати, бывает, то у нас система, организм пытается выжить, и ты теряешь кровь, но сосуды, значит, сокращаются, и они обеспечивают, значит, нормальное давление, поскольку это возможно человеку, да? Если сердце качает, тахикардия, то давление будет повышено. Если оно не качает, да, тахикардия или по другой причине у него, там, к желудочке или предсередине, предсередине, а не правильной форме, то будет недостаточная кровика, часто тоже пониженное давление будет. Важно, что какое нормальное давление. Значит, нормальное давление, оно... Цифры, ну, такие, 120 на 80, это считается классическим нормальным давлением. Но Всемирная Организация Здравоохранения, она меняет. Вот раньше было 130 на 80 нормальное давление. Если у тебя до 130, это еще нормальное давление считалось. А сейчас это уже... По-моему, сейчас они поменяли, я не следил, потому что я не кардиолог. Но, по-моему, 140 на 70 или что-то такое. И, короче, там уже 140 повышенно считается, но еще невысокое, чтобы там чего-то заботиться вам надо было. И, ну, скажем, вы должны заботиться, когда у вас где-то 150, да, систолическое давление, то тогда вам надо уже заботиться, потому что это уже начальное повышенное давление, которое надо уже начать лечить, чтобы оно потом не переросло в злокачественную форму. Есть доброкачественная гипертония, злокачественная. Злокачественная, там цифры растут, там есть, я видел пациентов, и по 220, систолическое давление на 100 и так далее. Это очень плохое давление. И иногда оно подается лечению лекарств, иногда не подается. И люди, знаете, сколько времени у меня, 115 я начал. Значит, люди лечатся, но и такое чревато, чем, значит, инфарктами миокарда, также инсультом кровоизвлением мозга и так далее. Много чего. Очень нежелательных последствий, которые могут умертвить человека. И что там мы, значит, значит, о чем мы говорим, значит, что мы имеем в виду, чтобы поддержать это давление, значит, надо иметь какие-то, ну, давайте сначала, о чем вообще, откуда берется, значит, повышение давления патологическое. Основная причина, это, конечно, состояние стенок сосуда. Когда мы молодые, да, у нас сосуды эластичные, да, и они, значит, сжимаются и разжимаются и обеспечивают давление. Ну, рефлекторно, значит, у нас это гомеостаз, поддержание давления, да, одно из важных, значит, звеньев в гомеостазе. То сокращается, и они это делают легко. Сколько угодно, сколько надо, да. Давление будет нормальным у молодого человека, которому там от 15 до, скажем, до 35, до 40, может быть. И потом давление с возрастом, значит, у людей почему-то с стенки сосудов начинают уже не такие, не такие, ну, как это, не так сокращаются хорошо, и не расслабляются, становятся ригидными, то есть такими жесткими. И это, значит, такое возникает, во-первых. И второе, что еще, бляшки появляются, если это расклероз, да, то бляшки, значит, они заслоняют просвет сосудов, они тоже, не только просвет сосудов, да, диаметр хуже кров протекает, но еще они ухудшают сокращаемость, значит, мягких мышц, значит, этих стенки сосуда. И, то есть, эти две вещи. Также есть гипертония почечного присажения. Если почки плохо работают, то, значит, они тоже, будет повышение. Там своя система в почках, ренин, значит, ангиотензин система. У почки свои гормоны есть, да, она вырабатывает. И там, если она нарушена, то тоже давление растет. Вот, и это самые, значит, плохие, это стенка сосуда, состояние и почечное давление. Они очень плохо лечатся, и они становятся злокачественными, если на них не обращать внимания. Но большинство людей, они, более мягкая форма, просто с возрастом повышается давление, и не доходит до 200, а там, ну, и даже если это 150 и 180, или 180, да, на каких-то 100, а диастолическое давление, то уже надо лечить его. Значит, что важно еще? Нижнее давление важно. Оно должно быть нормальное, где-то между 70 и 80 миллиметров тут на столба. Почему? Вообще-то, идеал, конечно, давления, это 120 на 80. И идеальный разбег между систолическим и диастолическим, как в этом случае 120 на 80, это 40 единиц. Это идеальный разбег. Почему это идеальный? Значит, там, нижнее давление, диастолическое, оно не должно падать ниже 60. Если падает ниже 60, или 60 хотя бы, да, где-то, это уже низкое, то тогда почки перестают фильтровать. Кровь не проходит через почки. Почки застаиваются, и развиваются очень плохие осложнения. Поэтому важно иметь нижнее давление тоже нормальное. Где-то между 80 и, скажем, 70. Но если у человека 180 на 100, то, представляете, это уже не 40, это уже целых 80 разрывов. И давление, нижнее особенно, оно, 100, это очень высокое давление. Оно тоже плохо влияет на почки. Оно нарушает фильтрацию почек, работу почек. И почки сами пытаются приспособиться. И там, если у человека еще, если нормальные почки хорошо, но если там почечнокаменная, болезнь становится просто, ну, невероятно, трудность для почек работы работать. И также, что у нас? С возрастом сосуды иногда, артерии, да, покрываются бляшками. И есть атеросклеротические, значит. И вот что интересно, что у многих людей по-разному это протекает. У одних в сердце это случается, у них в брюшной аорте, у других в грудной аорте, у третьих еще где-то, у четвертых людей именно в почках. Значит, эти сосуды становятся жесткими, склеротическими. И вот они, их очень трудно лечить. Поэтому, что я хочу сказать тебе, значит, Рустем, значит, и ты не сказал, какое давление, да, ты этого не сказал мне. Я хотел бы хотя бы, что ты сходил бы к врачу хотя бы один раз, к своему настоящему врачу, чтобы он померял тебе давление и попытался определить, какая природа у тебя заболевания, повышения давления, да. Ты должен об этом поговорить с ним. Я хочу, чтобы ты сходил бы, если ты еще не ходил. Но сходишь ты, не сходишь, мы по-своему здесь попытаемся тебе помочь. Значит, ты, во-первых, купи, чтобы у тебя был прибор, да, для измерения давления. Это дешевая штука. И она, если будет, ты можешь себе постоянно контролировать давление, знать, сколько, какое у тебя давление. И в мире с своими родственниками она у нее будет счастлива, да. Поэтому ты должен это иметь. И я вот сейчас буду тебе рассказывать, да, что-то такое, допустим, у тебя, ну, допустим, у тебя давление какое-то незлокачественное еще, да, скажем, тебе 55 лет, и у тебя 150 на 90, скажем, повышенное, и то, и другое, да. Но все, вообще, что я еще говорю? Это все зависит еще от наследственности. Вот я для себя, я могу на собственном примере говорить, да, у одних повышается, у одних не повышается, возраст может не иметь значения. Все наследственность зависит. Вот я проследил у своих, я не для того говорю, чтобы там пьяриться или хвастать перед вами, но я как на собственном примере, потому что я знаю себя, да. А у меня и по материнской, и по отец колени не было никого в роду, в трех поколениях я проследил, ни у кого не было ни давления высокого, ни раковых опухолей, заболеваний. То есть я уже знаю наверняка, что я от высокого давления, от рака не умру, от чего-то другого умру, но не от этого. И вот у меня, мне было 18 лет, я померил давление, помню, я на армию когда шел, ну, на флот призывался, на военкомат все зашел, и врач мне, я помню это сейчас, мне померили 120 на 80, говорят, давление нормальное, 120 на 80. Мне сейчас 65 лет уже, у меня давление, угадайте какое? Да. 120 на 80. Вроде бы мне 20 лет или 18. То есть у меня возраст не влияет на мое давление. Я никогда этим не забочен, я просто меряю раз в месяц, может раз-два месяца, просто так для интереса. Когда есть минута, я иду по мере давления. Всегда оно 120 на 80, ну, плюс-минус там несколько единиц. Там будет 125 на 75 или ниже 70, где исторически никогда не опускалось, и выше 130 никогда не поднималось. Ну, что на... Как если у тебя, допустим, Рустем, повышенное давление, да? Значит, ты должен, сходишь к врачу или нет, это не имеет значения, сам попытаться это сделать. Почему? Ты мужик, да? Ну, если ты... Даже если у тебя жена, да, страдает повышенное давление, ты тоже должен позаботиться о ней. Не имеет значения, то есть мужик ты или не мужик, да? Или пациент, кто... Она женщина, да? Значит, что ты должен делать? Во-первых, что влияет на... На высокое давление или на нормальное, чтобы иметь давление нормальное? Это диета. Также отсутствие стресса. Что повышает давление? Стресс. Он сужает синкетис суды, заставляет сердце биться чаще, да? У человека развивается высокое давление, и, наверное, целая цепочка нарушений идет. То есть вы должны избежать стресса. А, значит, вы должны сознательно что-то делать, слушать хорошую музыку, любить свою жену, своих детей, обнимать когда надо, потому что когда вы обнимаете, стресс у вас тоже снижается. Это не просто так что-то нехорошее обнимаю. О, что они обнимаются, да? Ты обними, ты, ну, как душу свою прикладываешь тем, которым ты любишь, и оно тоже, кстати, снимает стресс. Даже когда ты погладишь животное, кошку там, или что у тебя есть, собака, это тоже снимает стресс. И, то есть, вы должны что-то... Особенно смешные вещи, потому что смех сам по себе это лекарство, это я не преувеличиваю. Он тоже снимает стресс, он заставляет хороший выброс, хороший гормон у вас в теле, и нивелировать, значит, гормон стресса кортизол. Это плохой. Он до какой-то степени кортизол хорошо, он мобилизует нашу систему, но когда чересчур долго и много его, то он вызывает стресс, и вот это крово-яновое давление тоже идет. Значит, что еще? То есть, ну, ты посмотри вообще, как у тебя папа, мама, бабушка, дедушка. Если у них кто-то страдал от высокого давления, то ты должен идти к врачу обязательно. Вот. А что я хотел сказать? Что смотри на своих предков, как они жили, вот так и ты будешь жить, вот такое здоровье иметь. Это 99% вероятности. Значит, что там еще, чтобы унижить стресс? Ты должен спать. Каждый день ты должен спать минимум 7,5 часов, лучше 8. Сон – это хороший дистрессор, он уничтожает стресс. Сон, хороший глубокий сон – это лучшее средство для стресса. Кроме смеха и обнимания, да, тех, которых ты любишь. Но что еще хочу сказать? Что диету мы уже упомянули, диета очень важна. Я вот хочу показать, я специально для вас отпечатал то, что я покупаю, диета моя, да, что я кушаю. Диета может вас держать очень долго. Во-первых, если у вас повышено давление, избегайте соли не полностью, а просто уменьшайте, скажем, на 2-3 раза уменьшите против того, что вы принимали, когда были здоровыми. Чуть-чуть только соли можно кушать. Потому что соль, да, она повышает давление. То есть вы уменьшите количество. А вот сахара вы полностью исключите. Это очень плохой, это враг, это настоящая отрава, медленно действующая отрава. Значит, что я вот здесь у меня, сколько здесь я перечисляю продуктов? 27. И 7 таких, ну, хитрых, ну, не лекарства, то, что я иду. Мелатонин и габа. Вот, ну, давайте я покажу вам. 27. Ну, не знаю, вы видите, да? Видите, наверное, видите. Окей. Значит, здесь, номер 1, это яйца, видите, да, на списке. Второе, молочный крем или вершки. Третье, это, как он называется, чиз, это сыр. Четвертое, рыба. Пятое, бит, это, как это, это свекла. Потом идет 6, это, как же он, лук, потом чеснок, потом оливковое масло, потом уксус, потом 10, гранаты, потом авокадо. Двенадцатая, печень. Очень сильно запомните, это печень. Номер 13, кактус. То есть, потом имбирь, потом поконат, папайя, потом этот, как же называется, watermelon, ну, арбуз, потом турмерик, клоу, мустард, это горчица, кюри, черный и красный перец, потом аспарагус, потом, значит, pumpkin seed, что это? Pumpkin seed, это, как же это называется, pumpkin seed, это семя, значит тыквы. Потом cinnamon, это, ну, я не знаю, как по-русски, но это прозвище вот этого боксера, которым мы смеялись над ним, который дрался с Галокином, как же его зовут? Это Canelo Alvarez. Вот этот cinnamon, это и есть Canelo по-испански и cinnamon по-английски, а по-русски не знаю. Потом эти идут, berry, что это berry? это ягоды и потом, как это, петрушка. Да, два номера 27. Потом номер один, мелатонин и габа, это те, что снотворные, которые очень мягкие, они не влияют плохо. И мелатонин, это наш родной, в принципе, гормон, который должен выделяться пенеальной железой, но он иногда не выделяется, если у нас нету режима хорошего, он вовремя не выделяется. Когда он выделяется, скажем, в 10 вечера, то, увы, становится сонами. А я нарушение, у меня есть нарушение, поэтому мне нужен мелатонин извне. Потом, посмотрите, обязательно посмотрите. Номер 3 и 4. Цитрулин, аргинин. Мы сейчас поговорим. Лизин, зианоксантин и лютеин. Значит, что мы имеем в виду здесь? А, значит, я, значит, какой главный фактор вне зависимости, есть у вас атеросклероз или нет, который понижает давление, заставляет стенки сосудов расслабляться. Это окис азота. НО. Окис азота. И вот она нормально образуется в теле. У молодых людей больше, а потом к старости меньше. Поэтому это тоже один из факторов. Если его не хватает, окис азота, то сосуды не могут расслабиться. Вам надо извне, из пищи. И вот значит, окис азота, видели здесь цитрулин, аспирин, вернее, что я говорю, аргини, видите, вот эти штуки, да, вот здесь. Вот цитрулина, то, что мы уже говорили, в, как он называется, арбуз, там навалом цитрулина. Вот вы покушали арбуза, и он вам расслабляет, снимает, давление высокое. и авокадо. И, кстати, пища, ты должен кушать, переключиться, если ты еще не переключился, на диету, которая называется кето. То есть, ты кушаешь, преобладает у тебя жиры, пища и белки. А ты должен исключить сахара. Сахар, это рафинированный сахар, это, ну, не натуральное вещество, это искусственное вещество. То, что сладкое в фруктах и в овощах, это фруктоза, это, потому что сахар, это глюкоза. Нельзя глюкозу кушать, это химическое вещество. А вот фруктоза натуральная, но даже ее много не надо. Скажем, я вообще яблоки ем, ну, не сладкие, я только кислые яблоки ем. Сладкие вообще не покупаю, там слишком много фруктозы. И, но если ты любишь, то можно одно яблоко в день скушать. А лучше, конечно, кислые кушать. Ну, вот я хочу показать, что из этих, что я покупал, да, вернее, ну, яйца я не принес из холодильника, а я, значит, вершки, а потом свершков я делаю масло. И что в масле? Это очень ценный продукт. Значит, там есть навалом всего, и там особенно то, что других нет. Это бутерическая кислота или масляная кислота, что очень важное в пищеварении. Очень, очень, очень. Меня слов нету высказать. Это отдельно надо говорить об этом. сыр, который я говорил, видите, вот он, что он здесь говорится, органический, фета, сыр, который произведен в Греции. Я ем в основном сыр, который сделан из овечьего молока, это брынза называется, вот это из Греции. я бы ел бы только брынзу, которая сделана в четырех или пяти странах, скажем, это в Греции, потом в Турции, потом, значит, в Румынии, потом, значит, в Болгарии, или же на Кавказе. Вот сколько здесь, пять стран, я перечислил, да? Там люди знают, как делать брынзу. Ну, конечно, мать моя знает тоже. Я от матери буду кушать и от моей бабы, Жек, они тоже знают, что делать. Но у меня, к сожалению, их нет рядом. Значит, с тех, что мы, также, что здесь, вот это, пайна, пыли, видите, это как ананас, да, говорится. Потом, то, что мы говорили, и мы уже с вами испевали, вот у нас этот, значит, кокосовый, значит, рех, да? Вот это жир внутри, видите, где-то больше полтора сантиметра толщиной. Вот так я вот я вырезаю, кушаю, когда надо кушать. И потом, что мы о луке говорили, да? Лук простой, простая вещь, да? Смотрите, какая красавица. Всем это доступно. То есть, ничего изысканного, такого, чего-то необычного нет. Вот еще одну красавицу покажу. А, это что? Это, конечно же, свекла, да? Вот. свекла. То же самое, как и, скажем, арбуз, да? Вот смотрите, какая красавица. Я покупаю с листьями, чтобы, потому что листья показывают, какая она свежая. То есть, я знаю, что она свежая. И чем свежее продукт, тем там больше биологически активных, полезных веществ. Если я там простоял уже две плюс недели, там уже мало. Если бы там месяц, там вообще уже два месяца, вообще ничего нету хорошего. надо свежее покупать. И вот в этой красной, значит, светлее, там тоже есть то же самое, что в арбузе, да? То, что делает, снижает давление. То есть, если ты будешь кушать вот эту, да, диету, кето-диету, та, что не вызывает напряжения твоей поджелудочной железы и выброс, а значит, этого, инсулина, то не надо источать инсулин. Источение инсулина, когда люди злоупотребляют сладкими продуктами, вызывает преждевременную старость и то же самое, и давление повышается. Поэтому ты уже знаешь, да, Рустам? А что еще? Теперь, ну, мы сказали уже, да? Потом, что еще? А, конечно же, есть упражнения специальные, которыми ты можешь и должен сам это, значит, делать. Значит, есть первое, что массаж коротидного, коротидного синуса. Вот коротидный синус вот находится с этой стороны и вот с этой стороны. Что такое коротидный синус? Это кусочек нервной ткани, которая размещается на бифуркации сонной артерии. Вот она идет сюда, общая сонная, вот здесь, в этом месте она распределяется на внутреннюю и наружную сонную артерию. Вот на этой бифуркации есть, ну, увеличилось горошинку, значит, вот этот коротидный синус, значит, это как рычаг управления сердцем и сосудами. Вот вы, с одной стороны только надо делать, возьмите, вот надавите сюда и помассируйте где-то секунд 10-15. Очень так нежно, ну, помассируйте. и вы, значит, скажем, Рустем, да, ты померяй давление свое до того, как делать вот этот массаж коротидного синуса, потом, после этого, потом сравни, влияет это или не влияет. Вот скажи мне потом результат, да, вот это. Потом с другой стороны, два сразу не надо, потому что это может быть чересчур много стимуляции. Потом второй, вот, просчитай до 10-15, значит, это будет примерно 10 минут, секунд. Все, что надо, 10 секунд. Вот. И потом, значит, сделай, померяй давление. Если давление несущественно упало, сделай еще раз. Вот. С одной, с другой стороны, еще раз померяй и посмотри, как давление реагирует на это. И потом нам доложи. Хорошо? Второе, значит, простое, то, что ты можешь делать сам и никому не платить деньги за это, это так называемый вальсальва-маневр. Значит, вальсальва-маневр это внутрение, повышение, значит, внутри грудного давления. Значит, как его можно воспроизвести? Значит, он тоже рефлекторно через парасимпатическую вегетативную нервную систему, она включается. Она, во-первых, если сердце было через сердцебиение, сильное, бывает тахикардия патологическая, или же человек от страха, да, тахикардия, сердце стучится. Значит, чтобы остановить, ну, не остановить, сердце привести, то есть, сердце больше стучится, оно больше выбрасывает крови, давление повышается. И также от страха и от повышения адреналина, кортизола, да, и сосуды стенка повышаются, значит, сужаются, и давление повышается. Но если нормальному человеку это, там, у тебя 120, потом получилось, что у тебя 150, это не страшно. Если тебе, у тебя 200, да, высшее давление, и потом немножко стресса, оно дойдет до 220, у тебя разорвется сосуд в мозге и будет инсульт. То есть, вот эта вальсальба, маневры делается вот так вот. Вы вдохнули, да, через нос, лучше через нос. Вдохнули, полную грудь, а потом, вот так возьмите, и сдушите, ну не полностью на 100% закройте нос, а где-то можно на 95%. И с усилием весь воздух, который вы вдохнули, через нос, выдохните. И если у вас до того дойдет, то, что у вас даже барабанные перепутки начинают двигаться и хлопать, это отличие, значит, вы делаете это правильно. И вот этот маневр, он снижает кровяное давление. Вот ты, Рустем, снова. Прежде чем делать вальсальмом маневр, подсмеряешь себе давление, потом сделай вальсальмом маневр, скажем, три раза подряд, да, значит, сделай один раз, вдох и потом выдох медленно через это. Где-то тебе уйдет тоже минут, вернее, секунд, ну, наверное, 15, пока ты выдохнешь с таким почти закрытым носом, да, потом вдохни и выдохни пару раз, снова сделай, потом выдохни и выдохни снова сделай, трижды, да, потом померя давление и доложи нам, как оно повлияло, хорошо? Если ты будешь раз в день, да, если у тебя высокое давление и оно будет наверняка понижать, то ты можешь это делать и жить очень длинную жизнь и не ходить к крчам, вот, и, ну, надо мерить давление, конечно, но мне к крчам не надо, мне 120, без всяких вальсальвы. Что так же я хочу сказать? Ну, мы говорили уже о еде, да, ну, вот теперь Кухтенко, мы тебе уже немножко ответили, да, так вот теперь еще больше ответить.